Десногорск На месте гибели советских войск началось благоустройство мемориальной аллеи. Души солдат, которые здесь до сих пор витают, будут уже в тени и знать, что про них не забываем. Десногорск присоединился к общероссийской акции «Библия-ночь». 21 апреля жители России отмечали День местного самоуправления. В этот праздник поздравляют тех, чья миссия – это решение вопросов локального значения, а также труд на благо и в интересах людей. Местное самоуправление – самое близкое к людям власть. И прежде всего, она решает вопросы, которые волнуют жителей того или иного региона, того или иного муниципального образования. Торжественная церемония, посвященная празднику, прошла в городском центре культуры и молодежной политики. От имени главы Десногорска гостей мероприятие приветствовала исполняющая обязанности главы муниципального образования город Десногорск Смоленской области Юлия Галякова. «Служить народу – это нелегкий труд и большая ответственность. Ведь именно от работы муниципальных служащих и депутатов сегодня зависит то, какой жизнь будет население завтра». За многолетний добросовестный труд и профессионализм, работе, почетными грамотами и благодарственными письмами были отмечены более 20 человек – сотрудники администрации, специалисты, руководители комитетов, активисты территориального общественного самоуправления. «Работа с людьми – это всегда самая тяжелая часть работы абсолютно любой организации. Не важно, будь это орган местного самоуправления, Смоленская атомная станция или какое-то мелкое предприятие». Также благодарственным письмом губернатора Смоленской области был награжден заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам Александр Новиков. Грамотой администрации Смоленской области были награждены Светлана Потупаева и Василина Черных. Благодарственным письмом департамента Смоленской области по внутренней политике были награждены Оксана Кленова и Анастасия Сидорова. Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Анна Королева стала победителем в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» в номинации «Социальное развитие». «Решения значимые, важные, они принимаются там, наверху, иногда даже непопулярные, а нам их воплощать в жизнь, нам работать с людьми». «Местное самоуправление является основой демократического общества. Это власть, которая ближе всего к народу. Ее эффективный инструмент – это доверие граждан». Торжественное мероприятие было продолжено выступлением творческих коллективов. Смоленская земля на протяжении многих веков прикрывала Москву и восточные районы страны от нападения врагов Запада. А в годы Великой Отечественной войны Смоленщина оказалась на пути сил фашистского вторжения. 10 июля началась одна из крупнейших битв начального периода – Смоленское сражение. Оно продолжалось до середины сентября 1941 года. Одно из множеств полей противостояний того времени находится недалеко от Десногорска. «Мы находимся всего в нескольких километрах от села Богданово. В августе 1941 года именно на этом месте бойцы 109-й танковой дивизии попали в немецкое окружение и отдали свои жизни. Точное количество погибших до сих пор не установлено». В 2018 году в этом памятном месте появился мемориальный знак – «Поклонный крест». Он был установлен по инициативе Совета ветеранов Смоленской АЭС. Тогда же совместно с волонтерским движением города было принято решение и дальше благоустраивать территорию. «Сегодня в апреле, в преддверии праздника 9 мая, конечно же, мы с серебряными волонтерами организовали акцию по благоустройству памятных захоронений». 22 апреля в рамках «Единого дня волонтера» 30 саженцев молодых деревьев стали основой будущего парка памяти. «Состоять он будет преимущественно из хвойных деревьев, вечно зеленые. Они символизируют бессмертие и храбрость защитников Отечества». «У нас будет аллея скорби, с детьми приедем, посадим. И души солдат, которые здесь до сих пор витают, будут уже в сине. И знать, что про них не забываем и помним». «Благодаря трудам энтузиастов это место уже стало достопримечательностью. Сюда приезжают как местные жители, так и гости Смоленщины». О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. «За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 77 сообщений о происшествиях. Из них 10 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 75 административных правонарушений, в том числе 61 нарушение правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к административной ответственности привлечены 8 человек». В ночь с 24 на 25 апреля библиотеки страны работали до рассвета. Так в России прошла акция «Библия ночь». Десятое юбилейное мероприятие посвящено науке, технологиям и, конечно же, первому полету человека в космос. Мы другой такой земли не найдем никогда и нигде. Акция прошла под лозунгом «Книга – путь к звездам». К звездам указывало и творчество гостей вечера. Их песни, стихи и творческие выступления были о космосе и о тех героях, первых космонавтах, благодаря которым человечество открыло дорогу к неизведанному. Да, мир огромен и прекрасен. За суетой житейских дел порой мы не замечаем все то, что каждый бы хотел увидеть, изменить, познать. Один из будущих музыкальных талисманов советских летчиков-космонавтов появился в 1971 году. Песня «Надежда» спустя очень короткое время стала настоящим хитом, который лился из каждого окна, каждого магнитофона. На вечере в Десногорске композицию исполнил ансамбль «Сударушки». Со временем «Надежда» стала гимном советских космонавтов. Перед полетом в космос они слушали эту композицию. Многие воспринимают ее в том числе как песню о первом космонавте планеты. Такая песня, которая не дает забывать тех людей, которые отдали свою жизнь, посвятили вообще всю свою жизнь родине, стране, чтобы весь мир гордился своей землей, нашей России. В «Библия ночи» Десногорска было показано 9 выступлений. Участники получили благодарственные письма. А всего же в этой всероссийской акции приняли участие более 40 тысяч библиотек страны. В конце выпуска о погоде 27 апреля в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Днем плюс 7, ночью минус 2. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!